Всем привет, и с вами Иванг. Всем привет, мы на моем канале, и сегодня я снимаю вторую часть видео про колледж с моей одногруппницей и подругой Яной. Мы ответим на вторую часть вопросов, которые вы мне задавали в телеграм-канале, а также дадим советы первокурсникам и расскажем, какие ошибки мы допускали, и что бы вы их не допускали. Мы пришли как раз-таки в наш колледж, в котором учились до войны. Ностальгия такая, хочешь вернуться? Нет. Короче, начинаем с вопросов, да? Как лучше учиться, на дистанционном или ходить в колледж? Дистанционно. Ну, лично мне, да, дистанционно нравится, потому что больше времени, и все. И все, просто больше времени, и не видишь, что я слишком много преподаватель. Сложно ли писать в курсовых? Ну, достаточно, да, смотря какая тема, потому что есть такие темы, там, где очень мало информации. И плюс, проверяют на антиплагиат, нельзя скатывать с интернета. Можно через... Перефразировщик, да. Личный наш совет, как писать курсовую. Мы только что их сдали как раз, да. Одна осталась. Пишите вовремя, если задали, то начинайте постепенно писать, там, вступление, сдавать преподавателю, чтобы он проверял. По частям, да. Потому что в один раз все достаточно... Мы решили пойти именно в ПЕД. Я с самого детства хотела быть учителем, но у меня мама педагог, бабушка педагог, и мы решили и меня туда засунуть. Мед, это не мое, а куда еще, я не знала. У меня, получается, учительница начальных классов была классная, и я как-то тогда еще поняла, что тоже хочу быть учителем. Классно. Я не пожалела, что пошла в ПЕД, и не вижу себя в какой-то другой специальности в сфере. Нравится проводить уроки? Проводить уроки. Ну, смотря какой урок. Мне больше нравится ЕДС проводить и украинский. Мне английский нравится проводить. Это наш 37-й заказ. У нас еще не было опыта проводить уроки именно с детьми, мы проводим между группой, и не можем... Вон, у тебя солнце падает. И я хочу победить. Ё-моё, у меня слепают глаза. Получается, если дистанционно, то нормально, а с детьми сложно. Во-первых, это надо держать дисциплину, они вечно балуются, им типа это по приколу, типа какая-то новая тетя пришла с ними поиграться. Но по факту, ты должна их чему-то хотя бы научить. Особенно передипломная практика, это ужас. Месяц, полтора месяца. Чисто работаешь с классом. Нравится ли ваш коллектив? Да, нравится. Да, сейчас нравится. Раньше, когда нас было много, я не люблю, когда группа... Нас поступало 26, 25 бюджетников, одна на контракте, сейчас нас 20. Нравится учиться в 5-й? Поначалу мне не нравилось, типа 1-2 курсы мне вообще не нравилось, если у меня была какая-то депрессия, а она типа мне не нравилась. Сложно было адаптироваться. Ничего не нравилось. Типа хруппа, слишком какая-то бесячая. Ничего мне не нравилось, но потом, когда уже начался 3-й, 4-й курс, когда мы вышли на дистанционку, мне нравится. Пойдем, кстати, в 3-й день с ним, мы сдадим курсовые и вернемся. До встречи. Скрытая съемка. И притязка. Я камеру не терла. Ну что, опять закрой? Эй, открывайся. Да, Ивна. Спасибо. Наконец-то учеба закончилась. Все, бежим снимать. Мы вернулись, дали курсовые, давай вопрос следующий. Что легко дается в колюбе, а что сложно? Что легко дается? Легко дается... Что легко дается в колюбе? Нажимать на кнопку Zoom. Нажимать на кнопку Выдеть Zoom. Мне нравятся именно профессиональные, типа, эти предметы. Некоторые. Например, математика мне не нравится. Она мне никогда не нравилась. А потом, что мне нравится? Мне нравится вот эта организация, беспечный госрадов, еще адаптация. Мне нравится инклюзия. Да. Что мне еще нравится? Ну, Укормова, именно методика Укормова нравится. Мне тоже самое. Ну, мне, в принципе, все нравится, кроме математики и английского. Питапагика нравится. Психология нравилась раньше, типа, именно задания выполнять. Это прикольно. Тестики всякие делать, а потом, оказывается, что у тебя шизофрение. Какие любимые предметы? Так можно сказать. Это что легко дается? И что легко... А, ну, все легко дается, но умные. Почему Вы выбрали именно эту профессию? Я не знаю, почему. Потому что не было других вариантов. Мы сейчас учимся в онлайн или оффлайн. Онлайн. Оффлайн. Одно учимся мы онлайн. Иногда приезжаем сюда, часто сдать какие-то работы. Вот. На какие-то консультации, типа, курсовых и такое. Ну да, скучаем, когда тут было много людей, когда был шум, когда были праздники, всякие мероприятия. Это было классно. Сейчас все в онлайн формате, это не так прикольно. Ты чисто сидишь дома, пьешь чайную или водку. Просто сидишь все. Скучновато. Скучно. Так, было какой-то шум, типа, даже просто красиво одеться. Было бы, ну, как бы, прикольно. А так ты чисто думаешь, пьешь чайную. Как часто у Вас практика? Практика у нас... Каждую среду, ну, мы не каждую среду проводим уроки. Ой, что-то упало. Мы не каждую среду проводим уроки. Нам в сентябре скидывают график, и мы готовимся. По графику проводим. Примерно в семестр мы проводим шесть уроков. А что шесть? Да? Ну, два украинских чтения и украинский. Математика, английский. Два английских. Два английских. Пять. Музыка, ЕДС. А нет, семь-восемь где-то предметов. Да, потому что там все труды, дезайдер было. Ну, примерно вовсе. Ну, много. И каждого почти по два. Но есть люди, но есть два, я не понимаю, почему. Нравится учеба больше в школе или в университете? Ну, в колледже. В колледже больше нравится. Ну, вот, мы еще не доросли до университета. В колледже мне больше нравится. Мне тоже. Типа, ну, в колледже как-то проще. Проще. Нет вот этих химии, физик, математик, заобычных, типа геометрии, алгебры, типа. Оно настолько легко, это, как бы, если тебе нравится, ты этим можешь заниматься. А если тебе не нравится, то уходи. Общайтесь с ингруппниками в обычных видео. Да, общаемся. Я общаюсь с Яной. А я с Зариной. Нет, как этот прикол, типа. Нам сегодня два с половиной года. Я люблю ее. Я люблю его. И мы счастливы. Вместе счастливы. Мы вместе три года, и мы счастливы. Жалели когда-то о выбранной специальности, да. Были моменты. В школе я хотела поступать на дизайн. Значит, это такое творческое. Но потом, когда у нас появилось рисование в колледже, одна пара в неделю, я уже сказала нет. Хорошо, что я не поступила на дизайн, потому что я уставала рисовать, клеить, мазать на третьем курсе, когда у нас было труды и рисование. Пытает ли времени на личную жизнь? Не всегда. Если вы поступили в ПЕД, забудьте о личной жизни. В принципе, хватает, ну так, чисто вечером пару часов походить по магазинам. Потом журочку приготовить до 12 ночи, потом сесть в 3 часа ночи писать курсовую. Да, и проснуться. В 6 утра. Нет, извините, в 7. Чтобы в 8 выйти на пары. Я в 7.50 встаю. Жиза. И подключаюсь. Особенно на первых парах. Если там третья, четвертая норма, ты уже успела покушать, там мыться, причесаться на первых трех парах. А потом уже можно... На первой паре, особенно мне бесит, когда ты болеешь, и ты не можешь пропускать пары. Типа, ты же дома, и что, что у тебя температура... Собираетесь работать по профессии или нет? Ну, собираюсь, да. Ну, это именно по специальности. Я хочу поступить в универ, на другую специальность. Учителя английского языка тоже работать. А я хочу... По специальности. Я хочу продолжить началку. Я хочу с тобой продолжить учебу. Так я все равно тут буду. Будем вот в этом коридоре видеться. Вот вместо встречи на Большой деревне. Вот здесь. Вот тут. Сколько вам еще учиться? Учиться еще осталось полгода. Полгода. Полгода перед дипломной практикой. И все, и потом. И универс. И лето потом. Лето? Что такое лето? Если вы не пьяну, какую профессию выбрали? Зложно. Я дизайн хотела, но потом редко передумала. Мне нравится такое, что-то типа ПТУ, типа. Ну, типа, это, мастера маникюра, там. Парикмахеры. Парикмахеры. Повара. Именно. Нет. Мне, чисто, такая бьюти-сфера нравится еще. Типа, в начальных классах я хотела быть учителем. Потом, где-то в классе шестом хотела быть стоматологом. Но когда поняла, что там все сложно. Ты знаешь, сколько учиться стоит? Да, там, 7 лет это. Нет, по деньгам. А, да, дорого. Там же на бюджет. И потом я поняла, что биология и химия это не мое. Тебе тут химии хватило? Да, с Черниковой. Какой самый любимый и самый нелюбимый предмет? Ну, вы уже сказали. Самый любимый. Один, если выбирать. Один? Украинский. У тебя украинский, а у меня организация. Беспечного, сольда, в общем. Да. Или адаптация. Ну, это как бы один и тот же. Самый нелюбимый. А, самый нелюбимый математика. Нет, давай, стой. На счет 3 скажем. Раз, два, три. Математика. Теперь мы перейдем к советам первокурсникам. Если ты первокурсник, ты только планируешь поступать в колледж, то тебе стоит посмотреть это видео и понять, какие советы ты должен придерживаться, а каких ошибок не стоит допускать. По очереди. Я совет, ты совет, я совет, ты совет. Это Терной Гвардартики. Да, теперь первый совет от меня, это проявите себя вот с самого первого дня. Будьте самим собой, не стоит стесняться как-то. Ищите себе каких-то друзей. Не обязательно прям в группе, но можно и в группе носить себе друга. Типа таких людей, ну не то, что прям друзья просто LP на всю жизнь, а типа просто, чтобы если что, ты там заболела, и тебе подскажут. Просто есть такие крысы, которые чисто читают, но не отвечают тебе ни на сообщения, так что лучше с кем-то подружиться, чтобы потом было чуть легче учиться. Можно искать друзей типа не только в твоей группе, а чисто познакомиться с другими курсами. Да, сходить на курилку, например. Совет номер два, это не пропускайте пары, потом будет хуже. Если это уважительно, причина вы заболели, или там что-то такое... Умерли. ...бираете, да, то можно не приходить, в принципе. Ну а так, не нужно пропускать, потому что потом нужно будет очень долго догонять все эти пропущенные пары, будет труднее подготовиться к зачету, к контрольному и так далее. Совет номер три, принимать участие как можно больше всяких мероприятий, каких-то... КВС. ...манифестов, я не знаю, как их назвать, просто в дебютах, просто везде, где только ты сможешь, ты видишь, что у тебя есть какие-то силы. Например, нарисовать плакат, или там, станцевать танец. Да, у нас много таких мероприятий было, например, дебютом, где мы представляли свою группу, типа мы танцевали, ну типа флешмобов каких-то тоже можно принимать участие, типа фото-выставки я принимала участие, ну короче, там очень много именно в нашем колледже от разных факультетов, разных зданий, которые дают тебе дипломы, сертификаты, которые ты потом можешь куда-то показать, типа вот смотрите, я здесь был. Я крутая. Следующий совет номер четыре, это стройте положительные отношения с преподавателями, это очень влияет на вашу оценку, если вы будете спорить с преподавателями, что-то там доказывать, или относиться неответственно к его предмету, ну это так же будет, короче, преподаватель будет зеркалить, ваше поведение будет не замечать вас, как-то занижать баллы иногда, у нас были, по-моему, такие преподаватели, да? Да. Главное, что смейтесь над шутками преподавателей, это повысит вам оценку. Да. Особенно шутки историк. Пятый совет, это на сессию, если у вас очная сессия, это обязательно парадная форма. Да. Потому что, если ты придешь чисто в белой футболке, и в джинсах, тебя могут даже просто не допустить до экзамена. Из-за того, что ты просто оделся, ну как бы не по-разному, а ты должен прям как на 1 сентября, холст тут бабочек. Я пришла, короче, у меня были бермуды, ну типа шорты бермуды, а длинные, они чуть-чуть выше колена, но типа достаточно нормальные. Какая разница, или шорты, или юбка до колена. Ну да, неважно. Типа я же не пришла в пляжных, типа вот этих шортах для тверка. Типа нормальные шорты, у меня был такой костюм, рубашка белая, вот эти шорты бермуды и жилетка. Ну типа, меня мама так выпустила, я и пошла. Ну, короче, не знаю, ко мне придрались, но потом мне сказали, что типа на рубашку. Так, совет, не рискуйте своей одеждой, одевайтесь строго по стилю, и тогда будет у вас все хорошо. И главное, готовьтесь к экзамену. Если вы ничего не знаете, но одели парадную форму, это уже 50 процентов успеха. Просто допустят в экзамену и все. А ты придешь такой, а, я ничего не знаю, здрасте. Так что главное знание. Это шестой совет. Заранее готовьтесь к зачетам и контрольным. Если вам уже выставили в группу эту самую... Вопросы. Ну, вопросы, да. Всем перед зачетом дают там 50 вопросов. 50 умных. До 50. Ну, до 50 вопросов выписывайте их на листик. Заведите отдельную тетрадь, где будете отвечать на каждый вопрос. Поверьте, если вы выписываете, то у вас больше запоминается в голове. Так не делала. Я делала, да. Я так делала с первого по третьему курсу, на этом я просто взяла конспект. И все пересмотрела, да? Нет, я взяла, короче, конспект и по темам, ну, типа, тема там, там, например, где есть слово. И там вопрос, типа, какие там кто-то-то, где слив. И я такая, типа, номер там 35 рядом. И все. Перечитала. Ну, вот, пишите обязательно конспекты, заводите тетрадь по каждому предмету. Можно не по каждому. Ну, выписывайте, пишите и улавливайте то, что вы проходите. Если на дистанционной месте, честно, можно не для каждого, документа тетрадки. Потому что у меня половина предмета. Вот какие тетради ты реально на этом курсе исписала? Я исписала. Математика, украинский. Педагогика. Педагогика. Методика украинского. Инклюзия. Мы ничего не писали на парах. Английский мы тоже почти ничего не писали. Типа, 4 тетради мы только на этих предметах писали, а на остальных у нас все было в электронном виде. Так что можно завести толстые тетради, типа, 96 листов для похожих предметов, типа, как адаптация и что там, организация в успешном средове. Типа, с одной стороны будет тот, с другой тот. Если вы будете писать, потому что мы не писали, например, у меня просто подписанные тетради, они чистые. это должен быть первым советом, типа, идите в тот колледж, идите в тот колледж, который вам нужен вообще в будущем. Да, по душе хотя бы. Если вам не нравится эта профессия, вам будет сложно, непонятно, и вам просто будет какая-то дикая депрессия из-за этого. Стоит ли быть старостой вообще? О, это ужасно. На плечах старостой огромная ответственность за группу, за документы. Если вы ответственный человек, то почему бы нет? Типа, можно идти. Но это все равно очень сложно. И вот у нас вообще сколько, четыре старосты или три? Да. У нас староста по практике, обычная староста, зам старосты. Если вы пофигист, сразу не идите, не подавайте свои заявки на старосту. Старостой, это очень сложно, ответственности за документы и за... Ну, по факту, наша староста отвечает только за документы. Ей надо, вот, к которой студенты не ходят, ей надо им звонить, написать, просить. Почему? Они ее кидают в честь, типа, ну, кто она такая, что я ей буду отвечать. И все такое. Ну, это как бы сложно, и ты так, из-за того, что преподаватели тебе говорят, узнай, где эти люди, что с ними, потому что им тоже требуют доконат или еще кто-то. И все-таки ты им пишешь, а они чисто морозятся или вообще шлют тебя. Есть ли какие-то поблажки староста? Неа. Ошибки? Какие ошибки? ошибки лично мои. Что же мы сюда поступили? Это главная ошибка. Вообще основная. Были моменты, когда я опаздывала и пару раз пропускала колледж, потому что, типа, мне просто не хотелось. Я ходил в колледж ради курилки, если честно. Ошибка это то, что я не вела какие-то конспекты, особенно по математике, потом, в конце семестра, мне приходилось... Информа суде потом мне приходилось спрашивать у Яны конспект и писать вот столько страниц, огромное количество. И это было очень долго, я тратила очень много времени, сил, нервов своих. Ошибки это, наверное, просто не сдавать вовремя задания, которые потом наваливаются наваливаются на сессию и ты такой «Ага, за что мне браться?» Особенно не запускайте на последних курсах, потому что там дипломные работы, курсовые работы, ползоурочные работы и плюс еще основная домашка. Не считайте. Собед, что я вам могу дать, это реально классно и это работает. Узнала я его вообще рандомно в каком-то там тик-токе, получается, вот у нас неделя, 7, ну, пускай 7 дней, получается, вот у вас были пары, ну, уроки, это, в принципе, подойдет как и для школьников, так и для студентов. Вот у вас понедельник, у вас были пары, и вы думаете, «А, ладно, пофиг, домашку сделаю на выходных». Потом на выходных ты садишься, а у тебя вот такая голова, ты еще хочешь погулять, там, сходить в магазин или еще что-то, а ты в итоге просто не можешь, потому что у тебя такая куча домашки. У вас пришли пары в понедельник, вы как раз сделали после пар домашку, и так каждый день, типа после каждого, на, получается, на аж следующую неделю делаешь домашку и у тебя выходные получаются свободные. Да, я тоже таким пользовалась. Ну и в конце мы подведем итог. Выбирайте ту профессию, которая вам по душе, как и говорили уже в этом видео. Удачи вам в поступлении, все будет хорошо, вы найдете себе друзей, не стесняйтесь, все у вас будет хорошо. Всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok